привет друзья с вами аймун в этом видео я расскажу вам историю своего ремикса который стал лучшим треком шоу армин иван бюрна и state of trance и попал на лейбл ассот хотя и не должен был как так получилось я вам все обязательно расскажу мне кажется у этого ремикса очень интересная история по крайней мере мне так кажется но обо всем по порядку для начала хочу поблагодарить своих донов вконтакте это платные подписчики также я открываю страничку на бусте и для вот этих ребят которые меня поддерживают во первых хочу сказать им огромное спасибо для моих платных подписчиков будет доступен полный более чем часовой разбор подробный видео разбор этого ремикса если вы пишете музыку вас тоже может это заинтересовать все ссылочки вы найдете в описании под этим видео итак речь в этом видео пойдет о ремиксе на трек эндрю райля робби сид и z girl который называется star sky light этот трек я услышал еще давно он мне изначально нравился и когда в рассылочке мне пришло письмо от лейбл радар где было написано что они проводят совместный конкурс с армадой и они стартуют конкурс ремиксов трека star sky light я подумал почему бы и нет в общем то хотелось бы наверное вернуться на армаду я давненько там не выпускался хотя до этого у меня релиза там были я скачал ремикс пак скачал последние какие-то треки с армады конкретно с лейблов estate of trance армайн послушал их понял что где-то плюс-минус есть треки которые мне нравятся и можно какой-то вот такой армадовской стилистике все это сделать сам оригинальный трек сделан в жанре а плетен транс то есть это такой быстрый транс я думаю вы знаете что плетен транс я же решил сделать все немножечко наоборот раз у нас изначально имеется апплифтинг транс то я решил сделать прогрессив транс версию нужно как говорится что-то менять чтобы отличаться от оригинала настроен я был решительно мне пришла в голову идея сделать такой качевый дроп когда играет бочка и качает лиды главные солирующие инструменты и в общем то такое яркое коммерческое звучание а еще план был таков если я выиграю то здорово и супер а если нет то просто переделаю трек под свои нужды сделаю из него свой трек поменяю все мелодии и в общем то добро скажем так не пропадет великолепный план аймун просто офигенный если я правильно понял надежный швейцарские часы написал я этот трек очень очень быстро потому что времени не хватало дня примерно за четыре параллельно в работе у меня было где-то еще четыре ремикса а я еще и в конкурсах участвую в общем ремикс я написал отправил его на конкурс и стал ждать где-то через неделю приходит письмо от лейбл радар ваш трек отобрали для более внимательного прослушивания мы в общем свяжемся с вами если нам что-то понравится но я думаю а вдруг я и правда выиграю ну чем черт не шутит и говорится прям dreams come true мечты сбываются и снова ожидания ждем 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 пока где-то через неделю мне не пришло новое письмо следующего содержания здравствуйте там или привет я не помню как точно было написано я попробую для этого видео найти письмо самому и вставить скриншоте в общем в письме было написано привет присылай вавки мастер вавки при этом как бы и полную версию и радиоверсию я подумал радиоверсия зачем радиоверсия да мой опыт мне подсказал что как бы ну радиоверсия нужна для полноценного релиза правильно ну похоже на то да я прекрасно знаю что радоваться раньше времени дело такое себе ну то есть как бы ни к чему хорошему это обычно не приводит на придумал себе там что-то и потом только расстраиваться но как бы моя логика вполне себе понятно мне кажется было раз меня просит прислать вавки тем более там полную версию радиоверсию значит наверное что-то интересное происходит в общем я обрадовался подумал неужели неужели я выиграл был бы очень здорово действительно очень хотелось этого я подготовил все файлы и отправил их собственно на этот ящик и заодно задал вопрос а мол а чё а чё это значит как бы для меня какие то есть хорошие новости ну мне на это пришел ответ что с тобой свяжется менеджер лейбла эндрю и объяснит тебе все подробнее на этом как говорится и порешили я стал снова ждать время конечно шло очень медленно но я дождался ответа и приходит мне ответ следующего содержания тоже не знаю найду ли скриншот или нет в любом случае письмо звучало примерно так письмо гласила что им понравился мой ремикс но им не только мой ремикс понравился но еще некоторые другие и вот эти все ремиксы они хотят сыграть в радио шоу эндрю по new harmony и отдельной строкой там было написано что трек не будет издан на армаде то есть армада не хочет подписывать этот трек я так что как бы смешанные чувства у меня появились потому что вроде как бы и финалисты попал но максимум что я получаю это одну ротацию в радио шоу и все то есть как бы трек уходит в никуда то есть можно его укладывать свободный доступ и на этом как говорится все алис пенита ля комедия я еще спросил может быть как-нибудь на какой-нибудь сборничек там возьмете или еще что-то мне ответили нет без шансов чувак сорян мой план по поводу того что если вдруг мой ремикс не выиграет тогда я просто переделать под свои нужды потерпел грандиозная фиаско это фиаско братан самое прикольное что через день от другого менеджера с армады пришло еще одно письмо уже более официальное где они всячески пытались поддерживать интригу вы попали финалисты результаты конкурса ставят известны такого числа сейчас я точно уже не помню какого числа и тогда вот мы объявим победителя то есть как бы с намеком что это можешь быть ты бро но на самом деле нет мне это уже все слили всю информацию зачем-то весь мне праздник скажем так ожидание испортили но с другой стороны все равно это закрадывалась надежда а вдруг это все коварный обман и мой ремикс победит забегая вперед многие заметили что у армина и эндрю в трек-листах в графе лейбл указано армайнд за другими участниками подобного замечено не было совпадение вполне может быть в общем мысли у меня тогда в голове окрутили совершенно разные стала грустненько печальненько сам себе все нафантазировал сам виноват все прекрасно понимаю но согласитесь творческие люди они те еще мечтатели особенно те кто пишет транс музыку грустью дело не поможешь я отчет стал думать перебирать какие-то мысли в голове и мне пришла следующая мысль почему бы не попробовать отправить мой ремикс в стоит of trance пошел залив на дропбокс свой ремикс составил письмо написал привет вот участвую в конкурсе ремиксов от армады попал финалисты послушайте пожалуйста мой ремикс возможно он вам понравится и он возможно заслуживает шанса появится в асоте я туда частенько отправляю промо далеко далеко не всегда приходят ответы поэтому можно сказать я отправил туда все это на шару ну типа сделал все для своего успокоения и все забил на это потому что я в общем-то и не ожидал что что-то произойдет но каково же было мое удивление когда мне пришел ответ от рубена где он написал бы чувак офигенный ремикс супер мне очень нравится не хочешь написать мне ремикс вот примерно такого рода письмо я думаю ну здорово что он понравился ремикс непонятно прозвучит он в асоте или нет то есть никаких обещаний мне не давали но при этом в следующем асоте ремикс действительно прозвучал его сыграл армин ландбюрн что было конечно очень приятной неожиданностью для меня я прикрывал классно мне сразу начали написывать люди вал армин сыграл твой трек возможно это значит что ты победил я такая да конечно игру я не знаю мне ничего не говорили и как бы ему по факту действительно мне ничего не говорили поэтому абсолютная правда но я не стал пока что ничего говорит что это я сам отправлял я ждал что произойдет дальше трек людям зашел много было позитивных отзывов и по итогу на следующей неделе трек прозвучал еще раз уже в звании фьючер фейворит из-за него проголосовало большинство слушателей state of trans как за лучший трек вот этого вот выпуска и вот таким вот любопытным образом мой трек в конце 2020 года попал на сборник от estate of trans future favorite best of 2020 там есть extended версия также помимо этого ремикс попадал и в другие миксы от армин иван бюрена в том числе в микс который издавался на выявле estate of trans собственно estate of trans ibiza 2020 армин играл этот ремикс и в рамках своего сета для журнала диджей маг в целом в общем-то я доволен ситуации чувствую себя в некотором вроде победителем зрительских симпатий что тоже мне кажется достаточно неплохо получается что выделился из большого количества ремиксов пусть не на сингле но вот таким вот образом мне кажется тоже достойный вполне себе результат в estate of trans этот ремикс услышала огромное количество людей у этого радио шоу огромнейшая аудитория среди всех транс радио шоу самая большая но в итоге выиграл совершенно другой ремикс там какой-то типа мелодик техно я даже к стыду своему не помню название и не помню как там особо звучит интересные наверное все-таки ремикс который победил но у меня оказался ремикс народнее чему я в общем-то рад какая же мораль в этой истории если ты рядовой слушатель то просто такая вот любопытная история возможно ты узнал немного о том как она все работает на той стороне тех людей кто пишет музыку и пытается куда-то как-то пробиться если ты пишешь музыку то мой тебе совет когда ты на сто процентов уверен в своем треке или ремиксе то стоит наверное за него и побороться почему бы не подумать что можно сделать еще поискать какие-то обходные пути я вот постарался показать свой ремикс непосредственно хозяину лейбла армайнд армину ван бюрено ведь именно там выходил оригинальный трек и ремикс ему понравился в моей ситуации я думаю что если бы я не поступил так как поступил то мой ремикс мало кто заметил бы и он бы просто затерялся в толпе других ремиксов а ведь каждый автор хочет чтобы его творчество было услышано напишите в комментариях как вам такой вот формат истории если понравился прожмите лайк и колокольчик на подписке если нет то жду критики все там же если хотите посмотреть подробный видео разбор этого ремикса буквально по косточкам все ссылки в описании кстати там есть еще один эксклюзивный разбор моего апплифтинг транс ремикса на трек сискейп винида джорджа а полный разбор моего трека milky way доступен всем желающим совершенно бесплатно ссылка в описании а еще я планирую проводить прямые трансляции посвященные процессу написания музыки на моем твич канале и там вы сможете задать мне любые ваши вопросы в прямом эфире записи таких трансляций будут доступны только моим подписчикам а вот на сам эфир вход свободный так что включайте уведомления чтобы не пропустить если у вас есть какие то вопросы пишите мне в личку в vk или facebook ссылки там же спасибо за внимание с вами был лаймун пока пока